Историческая бойня. В американском Шерлоттсвилле, это штат Вирджиния, ввели чрезвычайное положение. Что стало причиной гибели людей и почему произошедшее уже назвали актом внутреннего терроризма? Дмитрий Анопченко знает все подробности. Все понимали, что может случиться беда, но до последнего надеялись на лучшее. В университетском городке Шерлоттсвилл на выходных собрались несколько тысяч протестующих. Их разделила история. Намерение городских властей снести памятник генералу Ли, человеку, который командовал армией Южан в американской гражданской войне, был на стороне проигравших. Город стал заложником решения чиновников. Еще в пятницу стали прибывать активисты правых организаций. По разным данным их собралось от 4 до 6 тысяч человек. Постоянно возникали стычки, как с оппонентами, так и с полицией. А затем 20-летний житель Агая Джеймс Филдс сел за руль собственного автомобиля и на скорости протаранил колонну тех, кто выступал за снос памятника. Машина неслась в толпу, врезалась, потом сдала назад, снимая людей. Люди, страшно сказать, они разлетались, как кегли. Одна женщина погибла, 19 госпитализированы. Пятеро из них до сих пор в критическом состоянии. Четыре человека тяжело ранены. Власти возбудили дело по статье «Умышленное убийство». Но в заявлении американских сенаторов сейчас используется совсем другой термин. Куда серьезнее внутренний терроризм. И они настаивают, что расследованием должна заниматься вовсе не полиция, а Федеральное бюро расследований. Казалось бы, для одного дня достаточно трагических событий. Но всего через несколько часов после наезда автомобиля на людей на западе от Шерлотсвилла разбился вертолет, участвовавший в полицейской операции. А США этот пресс сообщает, крушение связано со столкновениями в городе. Власти пока лишь не уточняют, как именно. Вертолет полностью разрушен. К этому моменту я могу подтвердить, погибших двое. В городе сейчас объявлен режим чрезвычайного положения. Мэр Шерлотсвилла ввел комендантский час. После вспышки насилия страсти уже несколько улеглись. Но эта трагедия еще раз показала, насколько разделена сегодня Америка. И как велики противоречия, которые так долго загоняли внутрь. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер.